С чем у вас ассоциируется HP? Лично у меня он ассоциируется с чем-то таким знаете очень офисным, каким-то принтерами офисными, всякими девайсами и тому подобное. И HP это на самом деле компания, которая себя так и зарекомендовала. И это в первую очередь бизнес-продукты, это продукты для работы, для офиса. И сегодня хочу поговорить об одном из таких продуктов. Это ноутбук, ноутбук линейки ProBook. Если брать полное название, то называется он HP ProBook 450 G6. Нейминг на первый взгляд очень сложный, но на самом деле очень простой. 450 означает, что это ноутбук пятнадцатой диагонали, а G6 означает поколение. Это уже шестое, которое пришло на смену пятому. Ну и традиционно говоря, у его дизайне хочу отметить, что изменения есть. В прошлом году корпус был пластиковым, теперь он металлический. В частности, вот эта вот крышка, она стала металлической, но при этом, скажем так, если вы Hulk и очень сильно давите на крышку, то она будет прогибаться вместе с дисплеем. Это не критично, но об этом нужно знать. В целом, ее крепление к ноутбуку не вызывает у меня вопросов. Оно крепкое, но очень удобное. И при этом ноутбук можно спокойненько открыть одной рукой, без каких-либо дополнительных трудностей. Если открыть эту крышку полностью на 180 градусов, то вот этот вот шарнир, он приподнимает сам по себе ноутбук. Тем самым, у нас получается возможность кому-нибудь что-нибудь показать в таком вот лежачем состоянии. По сборке корпуса у меня, в принципе, претензий нет каких-либо. То есть, он там не люфтит как-то ужасно, не скрипит, нет никаких ужасных звуков. Единственное, что если мы будем, допустим, делать вот такие вот движения по корпусу ноутбука, то слышно, что в этом месте пустот больше. То есть, здесь у нас какая-то больше компоновка каких-то элементов. Здесь немножечко с этим есть какие-то особенности. Не то чтобы как-то критично, просто я должен придираться к этому. По портам здесь тоже, в принципе, все стандартно, как для офисного ноутбука. Нет каких-то великих открытий для нас. С левой стороны есть K-Lock, есть USB, через который можно зарядить и ноутбуки, и внешние девайсы. И есть слот для карт памяти SD. На правой же стороне расположилось абсолютно все остальное. Здесь у нас есть зарядка, здесь у нас USB-C, но при этом он не Thunderbolt. Здесь есть DisplayPort, уже радует, но Thunderbolt, к сожалению, нет. Есть Ethernet RG45, есть HDMI и два USB-выхода, это оба сверхскоростных. И скомбинированный выход под микрофон и под наушники тоже находится с правой стороны. Мне не совсем понятно решение, зачем все было вставлять с правой стороны, потому что, ну, как мы знаем, с этой стороны у нас рука. Ну, большинство людей, которые пользуются правой рукой, как основной, да, то есть мышь держит в правой руке, все это располагается справа. И если здесь будет торчать очень много мышь, клавиатур, флешек и тому подобное, это будет мешать немножко с одной стороны. С другой стороны у компании HP есть один девайс, который этому может помочь. Я вам тоже сразу покажу, чтобы потом не забыть. Называется такой девайс USB Type-C Dock. Вот так вот он выглядит прекрасно и замечательно. И служит как раз-таки для того, чтобы вы его поставили себе на работе. Вот, допустим, вот у нас есть монитор, который стоит здесь, у нас есть USB-станция. И что мы с ней делаем? У нее есть своя отдельная зарядка. Причем, в чем особенность? Стандартная зарядка ноутбука, она идет на 65 Вт, для того, чтобы питать его и все работало. Зарядка dock-станции, она на 90 Вт. То есть она питает и сам ноутбук через USB-C и все девайсы, которые вы себе подключите. Что сюда можно подключить? Стоять она, по идее, должна к вам вот так вот лицом. И на фронтальной части у нас здесь располагается выход под наушники, USB-C и обычный USB. То есть то, что, в принципе, вы можете вставлять в такую подобную dock-станцию. На задней же стороне просто россыпь разнообразных разъемов. Здесь у нас с вами есть два DisplayPort, еще один HDMI. Ethernet RJ45, целых еще три USB и выход под зарядку. С этой стороны Key Lock и выход под Type-C, которым вы, в принципе, подключаете его к вашему ноутбуку. То есть выглядит это примерно вот таким вот образом. Вы подключаете вашу dock-станцию, она начинает, ну, включилась, подсвечивается определенным белым цветом. После чего мы берем вот такой вот USB-C, подключаем его с этой стороны в dock-станцию, с этой стороны подключаем в наш ноутбук. То есть вот вы пришли на работу, один кабелечек поткнули и все, больше вам сюда ничего тыкать и пихать постоянно не нужно. А уже в эту сторону мы пихаем все дальше. Допустим, у нас есть клавиатура от HP, правда, не офисного ее направления, а геймерского. Это Omen, вот такой вот удивительный и интересный. Мы берем, вставляем его вот сюда. Ну, понятно, что я сейчас не буду прям при вас заниматься кабель-менеджментом, но суть, я думаю, вы поймете. Мы берем и в эти USB вот сюда прям вот так берем и вставляем. Раз, два. Есть. После чего у нас есть еще мышь, тоже Omen. Мы берем и тоже ее сюда вот так вот вставляем. Снова, без кейбл-менеджмента понятно, что это я не должен вставлять, это у меня все должно быть на рабочем месте. То есть я один раз это все вставил. После чего беру монитор, вот мой HDMI кабель от монитора, вставляю его в соответствующий разъем и вуаля, все. Я пришел на работу, просто один ноутбук вот так вот поставил на стол, подключил USB-C и работаю. Мне больше делать ничего не нужно, потому что у меня полноценное рабочее место с внешней клавиатурой, с внешней мышкой. У меня есть экран на моем ноутбуке, у меня есть экран внешний и я вот таким вот образом сразу себе быстренько, красиво и аккуратно работаю. Нужно домой, ты вот так просто закрыл, один USB-C кабель извлек из ноутбука, взял с собой и пошел домой, где у тебя лежит родная, зарядка уже непосредственно дома. Ну и само собой ясно, что оставшиеся вот эти вот разъемы, вы можете вставить все, что вам угодно. То есть если у вас проводной интернет на работе, у вас здесь будет постоянно вставлен RJ45 для того, чтобы не мешаться постоянно на ноутбуке. То есть вот эта идея на самом деле мне нравится. То, что ты пришел на работу, один кабель вставил и сразу все завелось и работать не нужно. Постоянно все тыкать, ломать порты себе, там какие-нибудь разъемы, что-нибудь об этом думать. Сразу все готово, пришел, так и все. Докстанция не из дешевых, сразу скажу, она стоит примерно 200 долларов плюс-минус. Точной цены у меня, к сожалению, нет. Вот, и с одной стороны это довольно, ну как бы весомая покупка, с другой стороны для удобства работы это того стоит. Да и позиционирование на ноутбуке, она как бы тоже на это намекает. То есть это бизнес-устройство, которое для офисных сотрудников создано, для тех, кто знает, зачем оно ему нужно, не ищет чего-то сверхъестественного, а ищет надежное устройство. А сейчас мы давайте уберем вот это вот все, чтобы оно вам дальше не мешало. То есть в целом, в принципе, трудностей с каким-то разъемами нет, и если вам это, не знаю, как-то мешает, то можно с помощью вот такой вот экстанции не то, чтобы починить то, что с ломана, а сделать еще удобнее, чтобы у вас на рабочем столе вы просто вставили один кабельочек и пошли себе работать дальше. Что касательно еще корпуса, хочу отметить, что здесь есть сканер отпечатков пальцев, что для бизнес-сегмента как бы обязательные условия прям вообще без вариантов. Инфракрасной камеры здесь нет, ну потому что как бы это не самый флагманский ноутбук, есть еще покруче. Клавиатура. Клавиатура у меня тоже вызывает некоторые вопросы. Она приятная, она очень хорошо нажимается, очень хорошо печатается. Громкость у нее средняя, она не раздражает даже в довольно тихом офисе. Вот, но у меня есть вопросы по поводу уменьшенных стрелочек. Тут вместили всю клавиатуру с нампэдом, чтобы все-все-все клавиши были, но из-за этого для вот этой вот симметрии клавиши вверх и вниз сделали полуразмерные. То есть они ровно вот в половину от обычных клавиш. И Tab, допустим, тоже коротенький, и Enter коротенький. Вот это вызывает трудность, если вы переходите с другого ноутбука, потому что у меня специфика работы такая, что я постоянно между ними переключаюсь. Вот, и здесь вот эти вот стрелки, они располагаются не правее от Enter, как это обычно бывает, и они не выделены в отдельную категорию, а левее. Вот, ну, это сугубо то, что я заметил. Возможно, кому-то это является привычным, и вообще трудностей никаких не будет. Тачпад довольно большой, он очень-очень приятный на ощупь, он очень напоминает по фактуре сам по себе ноутбук. Как тачпад для виндового ноутбука, тут как бы к нему тоже претензий нет, все хорошо. Звук. Звук как бы есть. Ну, нужно понимать, что здесь нет каких-то слов Harman Kardon, там, JBL, либо что-то еще. Звук достаточно громкий, есть хорошие высокие, есть нормальные средние, басов здесь особо ждать не стоит. Ну, тут и нет позиционирования, как мультимедийного ноутбука. Да, его можно взять с собой, чтобы дома посмотреть какой-то фильм, там, не знаю, сериал, но рассчитывать на него чего-то сверхъестественного, а тут, естественно, не стоит, это нужно понимать. Что касательно дисплея, это, как я уже говорил ранее, 15-ая диагональ, 15-6, если быть точным. Это матовый дисплей с разрешением Full HD, то есть 1920 на 1080 и, конечно же, IPS. У него хорошие углы обзора, даже когда я его вот так вот начинаю отклонять очень сильно, цвета не теряют свою насыщенность, но при этом понятно, что при большом отклонении яркость будет немножечко теряться, это как бы физика с этим не попрешь. И матовый дисплей нужно понимать, кому-то нравится, кому-то нет. В офисных условиях это круто, потому что здесь нет яркого-яркого освещения и маленькие блики вам мешать не будут. На улице же, если вы выйдете с ним на какую-нибудь улицу, очень ярко освещенную, август месяц, солнце палит, выжигает абсолютно все вокруг себя, то, конечно, возможно, придется как-нибудь под себя лично подрегулировать дисплей, то, как он смотрит, потому что иногда солнышко может все-таки засветить. Ну, как бы, что является стандартом для матовых дисплеев, как бы это ничего нового. То, что важно для многих людей в ноутбуках, особенно подобных, рабочих, это, конечно же, и железо. Тут, в принципе, то железо, которые мы уже неоднократно встречали в большом количестве подобных офисных ноутбуков, которые рассчитаны на бизнес, рассчитаны на всякое вот такое. И здесь нет никаких откровений, но в тот же момент есть стандартный, как бы это так правильно сказать, очень хорошая сборка всего и вместе. То есть, в качестве процессора здесь используется процессор i7-8565U, который мы знаем по очень большому количеству ноутбуков подобного класса. Он достаточно мощный, если нужно, то есть может в Turbo Boost разгоняться до 4,6 ГГц. Но при этом он относится к категории U, то есть процессоров с низким энергопотреблением. А это значит, меньше кушает батарею и меньше нагревается и все подобное. Поэтому нужна мощность, быстренько в Turbo Boost вырос в мощности. Нужно, чтобы долго жил, пожалуйста, тоже способен. То есть, это очень оптимальный процессор для вот подобных устройств. Понятно, что здесь вы не будете играть, не знаю, какой-нибудь Metro 2033 на максимальных настройках 4К с включенным RTX. Но даже War Thunder, игра, которая достаточно графически развита и которая любима многими офисными сотрудниками, я бы так назвал, она идет на высоких настройках Full HD стабильно 50 кадров в секунду. Это вау! Ну как бы для встроенной графики это вообще круто. Вот. Понятно, что я вам не буду обещать каких-нибудь сверхвеликих игр. Ну как бы все адекватные парни, все прекрасно понимают, о чем мы здесь говорим. По остальной начинке, здесь у меня 16 гигабайт оперативной памяти. Причем именно в моей комплектации стоит 2 плашечки по 8 гигабайт. А мы знаем, что мультиканальная память гораздо лучше работает с процессором, чем одноканальная, если бы отстояла одна планка на 16. То есть железу, в принципе, вопросов здесь и быть не могло. Я уже как только ноутбук получил, по железу понял, чего ожидать от него во всяких бенчмарках и тому подобное. Но меня приятно удивил в накопитель, который здесь установлен. Здесь у нас с вами М2 накопитель на 512 гигабайт, производства Samsung. И он выдает просто какие-то невероятные сумасшедшие цифры в кристалмарке. Порядка 3000 на чтение и порядка 2000 на запись. Ну плюс-минус, само собой. Это очень быстро. И вкупе с 16 гигабайтами оперативной памяти для такого браузера как Chrome, вкупе с этим процессором для него нет задач сложных из тех, которые для него рассчитаны. То есть, предположим, это офисные документы, это работа в браузере в том же Chrome, это даже какая-нибудь легкая фотообработка. Он справляется с этим просто очень-очень быстро. У меня в моей версии нет жесткого диска на терабайт. Бывает комплектация с терабайтным еще накопителем HDD, но я по поводу него ничего не могу сказать. У меня его здесь просто физически нет. У меня только М2 накопитель, поэтому как там будет с терабайтным жестким диском, я вам ответить не могу. И вот если брать по этой комбинации, посмотреть на этот ноутбук в целом, в нем, с одной стороны, нет чего-то сверх такого вау, с другой стороны, у него все так, как должно быть в ноутбуке подобного типа. Да, само собой, что как для 2019 года, у него довольно толстые рамки сверху и снизу. Но тут как бы мы не говорим о ультрабучности, потому что такие ноутбуки у HP тоже есть. И здесь, в принципе, все оптимально. Корпус металлический, приятный на ощупь. При нагреве и стресс-тестах, ну, при специальном нагреве, да, когда пытаешься его чем-то нагрузить, он не нагревался у меня выше каких-нибудь 80, даже 85 градусов, то есть он всегда стабилен. Нагревается больше в этой части, где расположен процессор и все остальное. И система охлаждения здесь работает, знаете, вот в двух режимах. Либо она работает, либо она не работает. В обычных задачах, таких как браузер и так далее, система охлаждения вообще не слышно. Как только ты начинаешь нагружать уже процессор, тогда, конечно, она включается сразу и сразу охлаждает до нужной температуры. То есть, в принципе, даже в том же War Thunder на протяжении, не знаю, часа я играл, процессор не нагревался до критичных температур и не было к нему вопросов. Сама же система охлаждения тоже особенная. Здесь она располагается внизу, вот такая вот решеточка. И я настоятельно не рекомендую пользоваться ноутбуком на коленях, либо на кровати, либо на, не знаю, чем-то еще подобном мягком. Потому что он рассчитан на то, чтобы вы поставили его на стол и ему есть откуда забирать воздух. А выдувает он этот воздух через вот эту вот решетку. И в целом, ну, я могу назвать это хорошим решением как раз таки вот для офиса. Офиса и дома, да. То есть, никто вам не мешает взять такой ноутбук с работы домой, вот так вот его открыть аккуратненько и дома уже там, не знаю, в тот же War Thunder поиграть. Поэтому вот такой вот получился, как по мне, интересный ноутбук. Повторюсь, это HP ProBook 450 G6, который является новым представителем нового класса, нового поколения вот этих вот ноутбуков для бизнеса, офиса и работы. Вот такой получился интересный ноутбук. Ставьте лайк, если понравился вам он. Ставьте лайк, если понравился вам этот ролик. Подписывайтесь на канал, включите колокольчик. Ну и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok